МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поиграть на такой детской площадке юным норвитянам удается не каждый день. Вместо горок, лесенок и грибочков – железный щит страны, боевая техника, наша и союзников по НАТО. Британские военные с удовольствием веселятся вместе с малышами. Наверное, Сашке понравились игры. И игры понравились. А танки? Ну, танки он боится что-то. Пока что он боится. И пусть наша молодежь совсем не идеально говорит по-английски, а британцы только начали учить русский, общий язык находится без проблем. Мне понравилось. То есть ты залезаешь на танк, видишь, как там все внутри обстоит. И все такое, не знаю, это очень интересненько на самом деле. Как вам солдаты иностранные? Ой, просто муа! Солдаты прям то, что надо. Про нее говорят. Наш человек в британской армии. Наталья Платонова – капрал военной полиции. В детстве переехала в Лондон из Ташкента. Мечтала о военной службе. Сейчас работает помощником по коммуникации. Нам здесь очень нравится. Нарва супер. Мы в Селомее были, мы в Тапе были, в Таллине. Нам очень здесь нравится. Нарва, наверное, самая красивая. Мы здесь для вас. Мы здесь вам помогаем. И мы надеемся, что вам тоже будет комфортно, что мы здесь. Эстонские военные вместе с британцами участвовали в миротворческих миссиях в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. В частности, в Афганистане, Мали и Ливане. Не понаслышке знают, что такое Косово и Ирак. Своим приездом в Нарву союзники хотели показать. У нас не только общие заботы, но и общие праздники. Мы уважаем тех, кто был с нами плечо к плечу. 23 апреля по всей Эстонии отмечается День ветеранов, к которому мы относим всех, кто участвовал в международных миссиях, всех, кто был когда-то членом Кайцелета, получили, может быть, какие-то ранения. Союзники искренне удивлены. Жители Эстонии очень похожи на них самих. Конечно, родные языки разные, но зато масса общих интересов. Даже в кино мы ходим на одни и те же фильмы. Как у вас сейчас? Шизам? Все смотрят Шизам, Квин, Бахимин Рапсиди. Я люблю экшн-филм. Игру престолов смотрят? А, да, все смотрят, да. Да, в воскресенье все смотрят. С особым интересом гости праздника изучают гордость британских вооруженных сил. Танк Челленджер-2. Он тоже своего рода ветеран. Отлично зарекомендовал себя во время кампании в Ираке. Символическое присутствие союзников в Эстонии – знак нерушимости пятого параграфа устава НАТО о взаимопомощи. Это как девиз мушкетеров из романа «Дюма» – «Один за всех и все за одного» – и залог мира и безопасности в нынешние неспокойные времена. Адекватные люди понимают, что хуже войны ничего нет, и что надо дружить, общаться. А нашим политикам мы желаем договариваться, несмотря ни на какие, скажем так, сомнения, предрассудки и так далее. Я думаю, что люди всегда будут дружить. Символ праздника – вот этот красивый значок перелеска. Деньги, собранные от их продажи, пойдут в фонд ветеранов, например, чтобы оплатить реабилитацию после ранения. Евгений Завадский, Полина Линовицкая и Иван Поблючков. Специально для «Кофе Плюс». Специально для «Кофе Плюс».